Мемориальный комплекс Вечный огонь В 1941 году Обнинская земля была ареной боевых действий. 312-я дивизия полковника Наумова, курсанты подульских училищ, 17-я танковая бригада, 108-й запасной стрелковый полк стояли насмерть на Малорославецком боевом участке. 29 декабря 1941 года части 53-й стрелковой дивизии освободили территорию близи станции Обнинская. На правом берегу реки Протвы, на подступах к Малорославцу, 29 и 30 декабря бойцы 53-й стрелковой дивизии вели кровопролитные бои. В 1942 году на Обнинской земле было несколько госпиталей Западного фронта. Появились воинские, братские и одиночные захоронения. Фронтовики-победители фашистской Германии, труженики тыла создавали научный центр Обнинск, первый город науки в стране, создавали первую в мире АЭС, высотную метеомачту, научные институты, строили город. После 1965 года в Обнинске активизировалась военно-патриотическая работа, важной частью которой стала увековечение памяти людей, погибших на Обнинской земле. В 1970 году руководство города после многочисленных предложений горожан приняло решение о сооружении мемориального комплекса с вечным огнем. Местом для мемориала была выбрана березовая роща между улицами Мира и Гурьянова. Александр Федорович Наумов выступил с инициативой создания денежного фонда для сооружения памятника. Сразу же стали поступать деньги на постройку памятника. Люди знали, как тяжело терять друзей, близких, а памятник, в который многие вложили доли труда, представлялся данью безграничного уважения, благодарности тем, кто не дрогнул перед врагом, выстрел до конца. На конкурс поступило несколько проектов памятников. После обсуждения был выбран проект архитектора Александрова. Основная часть памятника – ровная бетонная плита более двух метров высотой с надписью «Соединенная с поверхностью», где установлена горелка в форме звезды. На отделку памятника ушло около 770 метров декоративных плит, шесть мраморных ступеней, велик чаши с вечным огнем. Братские захоронения расположены по обеим сторонам от вечного огня. На мраморных плитах высечены фамилии 320 воинов. 8 мая 1972 года в братские могилы мемориала перенесли останки воинов из братских и одиночных захоронений, расположенных на территории Овнинска. Вечный огонь был привезен из Москвы с могилы неизвестного солдата. На митинге 9 мая весь город собрался у вечного огня. Бронетранспортер, сопровождаемый почетным эскортом мотоциклистов, медленно двигался по улицам города. К 9 утра вечный огонь был доставлен на улицу Мира. Факел принял первый секретарь горкома КПСС Иван Васильевич Новиков. Он зажег огонь на мемориале, символ памяти, знак того, что жизнь погибших не угасла, она в этом огне. Затем состоялся торжественный митинг. Присутствовали многие родственники погибших, приехавших из Казахстана, с Урала, с Украины и других мест. Прозвучал салют из автоматов. Воинские части прошли торжественным маршем. Прошли колонны школьников и студентов, представителей научно-исследовательских институтов, организаций и учреждений города. И в речах, звучащих на митинге, выражалась уверенность, что будущие поколения советских людей будут чтить память героев, отдавших самое дорогое, что они имели, своей жизни, чтобы спасти отчизну от чужеземных захватчиков, чтобы поколения советских людей жили счастливо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...